В эфире телеканал ТВК программа «Разговор с главой». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что происходит в городе эскетимии и обсудим планы до конца текущего года. Сергей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте, уважаемые эскетимцы! Сергей Владимирович, давайте начнем с программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Успел ли подрядчик выполнить все работы, запланированные в рамках проекта? В этом году у нас в рамках БКД была одна дорога от трассы РД-156 до проспекта Юбилейный. Теперь она официально называется «Школьный проезд». Поэтому давайте будем привыкать, да? Прошло голосование, все утвердили и, соответственно, попал он уже в адресный реестр улицы и дорог города эскетима. Да, подрядчик работы на данной дороге выполнил, сдал, поэтому все нормально, работы закончены полностью. А остановка тоже получила название «Школьный проезд»? Остановка получила название, если мне память не изменяет, школа номер 9. Вот как раз-таки по остановке и по пешеходному приходу были вопросы от населения, да, какие-то спорные моменты. Удалось найти какой-то компромисс? Есть ли решение? Ну, давайте я поясню, чтобы, да, наверное, чтобы уже споров не было. Вот специально выписал себе, значит, есть требование ГОСТа 329-44-2014. И там говорится буквально следующее, что пешеходные переходы не должны располагаться напротив расположенных вблизи проезжей части дверей магазинов, проходных предприятий. Вот то, что у нас касается калиток школ и иных детских учреждений. То есть необходимо на их пути устраивать ограждение второй группы, повернуть пешеходный поток по тротуару на 20-30 метров. Согласно этим требованиям все было и выполнено. И сейчас вот пешеходный переход, он располагается там, где это необходимо в соответствии с как раз действующим законодательством. Ну и кроме того, этот пешеходный переход был оборудован элементами благоустройства, в том числе технические средства, организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р-527-66 и ГОСТ Р-522-89. Ну мы смотрели эту ситуацию неоднократно и контролирующие органы в этом разбирались. Я говорил, что был спроектирован этот проезд, прошла государственная экспертиза. Понятно, привыкли, понятно, не хочется иногда обходить. Ну мы с вами уже неоднократно говорили, но то, что удобно, оно не всегда безопасно. Поэтому этот пешеходный переход, он выполнен в соответствии с действующим законодательством. Соответственно, я думаю, что нужно и родителям, и педагогам провести с ребятами, наверное, какие-то уроки безопасности. Ну я думаю, что ребятишки со временем привыкнут к тому, что сегодняшний день вот имеется. Ну а остановки также общественного транспорта, две новые школы номер 9, да, они в соответствии с проектом также выполнены. Все обустроены карманы, площадки, павильоны. Поэтому расположение остановок также соответствует тем требованиям, которые предъявляют ГОСТы вот к дорожному строительству. Поэтому давайте будем привыкать. Все, еще раз говорю, сделано для того, чтобы было как можно безопаснее. Сергей Владимирович, если о дорогах, да, в этом году начали ремонт проезда от улицы Линейной до конца остановочной платформы Монолитная. Какие планы по остальной протяженности? Мы знаем, что там еще выезд на Южном. Да, был запрос, мы тоже ситуацию видели, что ситуация неудовлетворительная. Я тоже не раз бывал и на платформе Монолитной, и проходил от ДК «Молодость» в сторону этой платформы. Понятно, пыль и так далее. Мы туда направляем поток грузовых автомобилей. Это, кстати, единственный разрешенный официально проезд для грузового транспорта по территории города Искитима. Мы вышли на городской совет депутатов, депутаты нас поддержали, огромное спасибо, и нам удалось вот 400 метров привести в нормативное состояние. Средства достаточно серьезные, на эти работы затрачены более 14 миллионов рублей. Соответственно, конечно же, у нас в планах есть участок этой объездной дороги от проспекта Юбилейный, да, в сторону Скания-центра. Но сейчас, когда будет верстаться бюджет на 2025 год, либо также будут получены дополнительные доходы в течение 2025 года, обязательно этому проезду уделим внимание. И, еще раз говорю, при получении доходов, городской бюджет, будем эту дорогу максимально приводить в нормативное состояние, чтобы она как можно меньше доставляла неудобства жителям нашего города. Ну и забегая вперед уже, если позволите, по дорогам, на сегодняшний день у нас есть проекты, тоже население наше спрашивало. Это по улице Радищева, по улице Прорабская, по улице Береговая, наконец. По улице Береговая мы уже заключаем договор с экспертизой, они начинают проверку этого проекта. А по улице Радищева и улице Прорабская проектировщики работы выполнили. Сейчас также мы смотрим проекты, в ближайшее время будем сдавать их в экспертизу. То есть это улицы Прорабская, Радищева и Береговая, особенно три дороги. Это дороги, которые мы в ближайшее время планируем также привести в нормативное состояние. Это 2025 и, возможно, 2026 год. Тротуаров по городу. Сколько микрорайонов в этом году обновились, успели и общая протяженность? Ну и опять же, да, как определяли те участки, где появятся новые тротуары? То, что касается тротуаров, значит, в этом году улица Берская, улица Элеваторная, тротуар к жилмассиву Западный, ну совместно с дорогой. Тротуар на жилмассиве Ясный был выполнен. Большие работы были выполнены за речкой от улицы Некрасова до улицы Четвертоизвестковой. Мы там тоже неоднократно выбывали, ну и ремонт внутриквартального тротуара от МКД номер 7, микрорайон Подгорный и до микрорайон Подгорный 34. Общая протяженность отремонтированных и вновь выполненных работ тротуаров, она составила 1,625 км. Как тротуары попадают именно в этот список? Ну, соответственно, наши дорожные службы и служба благоустройства, они проводят анализ наибольшего, скажем так, трафика населения, где население ходит. Соответственно, есть наказы избирателей, депутатам городского округа, ну и также смотрим процент износа уже существующих тротуаров. Водоснабжение улиц частного сектора. Программа «Чистая вода» на какой стадии работы сегодня? Вот тот большой проект, который мы начали в этом году по строительству сетей водоснабжения, как мы говорим, в ауле, оно было разделено на два этапа. Первый этап – это порядка 40% всех работ, он на сегодняшний день выполнен. Подрядчик уже перешел на второй этап. По контракту подрядчик должен закончить работы 28 февраля 2025 года. Подрядчик работает хорошими темпами, я думаю, что у него все получится. Вот, и сразу также забегая вперед, скажу, что у нас большие планы по чистой воде на будущее. Мы подали четыре заявки на финансирование проектно-сметной документации. Первое – это микрорайон Заречный, о котором мы тоже много говорили, в том числе и сюжеты были в вашей передаче. Это две нитки водопроводов в микрорайоне Шипуновский. У нас тоже там вода отсутствует. Ну и, соответственно, улица Береговая, жилмассив Солнечный. Также мы подали заявку на выделение средств областного бюджета на изготовление ПСД. Потому что практически уже на выходе у нас ПСД на реконструкцию водопровода от индустриального через реку на береговую. И, соответственно, чтобы не терять время, мы хотим вот эти вопросы синхронизировать. Возможно, в следующем году сделаем реконструкцию и уже проект, чтобы в 2026-2027 году уже непосредственно перейти к прокладке водопровода по улице Береговая, прилегающим улицам. Сергей Владимирович, помимо федеральных средств на водоснабжение частного сектора, выделялись и средства местного бюджета. Какие работы были сделаны? У нас в этом году тоже было сделано достаточно серьезные объемы по водоснабжению за счет городского бюджета. Более 11 миллионов было выделено городским советом депутатов на строительство, замену водопроводных сетей. Соответственно, 2553 метра водопроводных сетей мы в этом году проложили. Из них только 135 метров подлежало замене. Все остальное, более 2400 метров, это были новые водопроводы. Это улица Толстого, Набережная, Обская, Омская, Лермонтово. Они частично делались, где не было водопровода. Ну и сделали мы улицу Карьерную, Лермонтово и Молдавская. Также планируем в следующем году работы по водоснабжению улиц частного сектора продолжить. Не могу не спросить по металлопрокатному заводу. Прошло очередное новое, ну или первое слушание, вновь публичное, на котором были и проектировщики, и представители завода, и общественники. Какой итог все-таки на сегодняшний день? Все прошло как положено. И все-таки по зданию Центра дополнительного образования, который оказался как раз-таки в черте санитарной зоны. Значит, да, 20 сентября, в соответствии с действующим законодательством, администрация города из Китима подготовила и провела общественное слушание в форме общественных обсуждений, да, публичные слушания. Итогом слушаний стало следующее принять среднюю материалы оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации ЮМПЗ, ну и рекомендовать учесть замечания поступившие при подготовке и в ходе общественных обсуждений. Ну и в частности то, что между частью нашего населения и заказчиком возникли разногласия, это также было отражено в протоколе в виде особого мнения и приобщено к протоколу и является неотъемлемой частью раздела итоги общественных обсуждений. Соответственно, все те замечания, все те предложения, все высказания наших общественников, все это нашло отражение в протоколе. Теперь с этим протоколом заказчик пойдет в экспертизу. Что касается ЦДО, мы действительно посмотрели на публичной кадастровой карте, здание ЦДО у нас отмечено как административное здание, это, конечно, неправильно. Соответственно, на сегодняшний день мы уже подготовили всю необходимую документацию, в ближайшее время сдадим ее в Росреестр, чтобы здание получило статус объекта дополнительного образования. Соответственно, с тем, что объекты образования не могут находиться в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, после того, как регистрация пройдет, мы данную информацию доведем до заказчика, до ее МПЗ, доведем до экспертизы, что вот такой объект появился в санитарно-защитной зоне. Я думаю, что необходимо будет обязательно ЕМПЗ проектировщикам какие-то дополнительные мероприятия провести для того, чтобы в данном направлении поменять санитарно-защитную зону, чтобы ЦДО здания именно не попало в нее. В этом году завершили создание комфортной городской среды в общественных местах, но дворы остались без внимания, к сожалению. Вот жители домов 13 и 14, между ними находится двор. Вот какова дальнейшая судьба этого двора, будет ли благоустройство? Ну и опять же вопросом задаются в связи с ростом цен, мы все это видим. Все ли работы будут задуманы и выполнены или от чего-то будут отказываться? У нас на сегодняшний день действительно четыре придомовые территории, они готовы к тому, чтобы начать на них проводить работы. Да, это микрорайон 13-14 центральный, да, это проспект Юбилейный 13 и микрорайон Индустриальный 12. К сожалению, в этом году средств на благоустройство этих территорий выделено не было. Значит, что мы ожидаем в будущем году, надеемся, что средства в областном бюджете на благоустройство этих территорий будут выделены. Соответственно, конечно же, рост цен будет, поэтому сметы будут пересчитаны и будем заявлять и предъявлять, конечно же, стоимость работы в новых ценах. На сегодняшний день четыре этих двора, их стоимость составляет более 19 миллионов рублей. Проиндексируем обязательно при подаче заявки на финансирование. Самое главное, чтобы нам деньги выделили как раз в том объеме, который необходим. Поэтому я еще тоже добавлю, может быть, эскетимцы забыли. У нас с вами готово одно общественное пространство. Это у нас спортивная площадка возле детской и юношеской спортивной школы. Оно еще с позапрошлого года у нас выполнено. Проектно-смертная документация прошла экспертизу. Тоже, к сожалению, средств в этом году на нее не нашлось. Ну и победитель конкурса голосования этого года, да, общественное пространство, территория, микро-южный 44-44А, там подходит проектирование к завершению. Поэтому мы сдадим ее ближайшее время в экспертизу. Я думаю, получим положительное заключение и также будем подавать на финансирование. То есть в следующем году у нас как минимум 6 территорий будет, поэтому будем надеяться, что все они получат финансирование. Вопрос от жителей северного микрорайона. Они тоже интересуются, а планируется ли какая-то площадка детская или спортивная в этом микрорайоне, потому что на сегодняшний день собираться детям практически негде. И по благоустройству территории детского сада «Золотой ключик», там подход к крыльцу тоже уже от асфальта, ничего не осталось. В «Золотом ключике» я был недавно, действительно территорию необходимо благоустраивать, проводить асфальтирование. В этом году упор был сделан на то, чтобы полностью поменять окна в детском саду. Там было у нас 12 еще старых деревянных окон, мы в этом году их поменяли, в этом году они с этого года все пластиковые окна. Соответственно, фасад был отремонтирован и цоколь. Осталось действительно сделать благоустройство территории и плюс еще у нас, по-моему, отмостка там у них не совсем в порядке. Поэтому при выделении денег на капитальный ремонт образовательных организаций в 2025 году эти работы постараемся учесть. То, что касается организации какой-то территории в Северном микрорайоне, к сожалению, в программу «Комфортная городская среда», муниципальная, которая формировалась в 2017 году на 2018-2024 год, ни одна придомовая или общественная территория микрорайона Северный не попала. То есть, ну, это в первую очередь зависит от активности граждан и во вторую от активности депутатов. Вот, что делать? Ну, сейчас программа 2018-2024 года она заканчивается. Мы ждем каких-то указаний от Минжекэха Новосибирской области для того, что будем мы формировать программу на 2025-2030 год или не будем. Я думаю, что будем. Соответственно, какие указания мы получим, будем также выходить на население, будем выходить на депутатов для того, чтобы новые общественные пространства, придомовые территории в этой программе появлялись. Я думаю, что если нам говорить о какой-то территории именно в Северном микрорайоне, ну, возможно, с депутатом от этого округа, с первого и второго округа посоветуемся, где такую территорию можно, такое наиболее место притяжения найти. Микрорайон сейчас расселяется, появляются и новые дома, поэтому нужно, ну, я думаю, определиться, где бы это было наиболее удобно. Площадку ГТО мы тогда делали, были мысли по школьному стадиону на территории второй школы, там, забегая вперед, есть у нас мысли по благоустройству сквера возле ЦДО, ну, нужно посмотреть, где это действительно будет удобно, востребовано, и где жителям и ребятишкам, самое главное, будет удобно всем собираться, потому что так-то микрорайон, как бы, не такой уж маленький вроде, да, и вот здесь нужно определиться. На сегодняшний день, я еще раз скажу, в программе территории Северного нет, ну, это не значит, что ничего там не будет, будем смотреть, будем делать, и по золотому ключику тоже обязательно посмотрим, если будут у нас, говорю, достаточное количество средств, в порядок территорию садика приведем. Ну, опять, наверное, больше вопрос от жителей Центрального микрорайона, к нам поступил отопительный сезон, несмотря на подготовку летом, все-таки немножко сроки подачи тепла были сдвинуты, да, особенно жители Центрального микрорайона, по-моему, и Южного немножко пришлось им подождать. Вот в связи с этим, есть ли опасения на холодный период, выдержат ли вообще трубы? Как на сегодняшний день вообще готовность всей системы в целом? Ну, как только заканчивается у нас предыдущий отопительный сезон, мы начинаем готовиться к новому отопительному сезону, поэтому делается ревизия сетей и так далее, и тому подобное. Да, выявляются слабые места, на которых до этого были инциденты, либо в ходе опрессовки где-то трубы рвутся. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что теплосети – это наше самое слабое место. Наверное, не только города из Китима, вообще городов, которые там строились 50-60-70 лет назад. Поэтому последние годы уделяется огромное внимание именно подготовке тепловых сетей. Выделяются средства из областного бюджета. В течение последних, наверное, трех лет порядка 13 миллионов рублей выделяется у нас из областного бюджета как раз на подготовку сетей. Мы в основном их расходуем на подготовку сетей теплоснабжения. В этом году я уже говорил, вот сумма более 32 миллионов рублей, она, наверное, была беспрецедентная, которую также мы, помня о всех инцидентах на сетях, и попросили у городского совета депутатов для того, чтобы нам выделили и поддержали нашу просьбу о выделении из городского бюджета 32 миллионов рублей на подготовку к сетей теплоснабжения к зиме. Были мы услышаны, средства были выделены, ну, соответственно, вот 45 миллионов рублей, достаточно такая серьезная сумма в этом году, она как раз была направлена на систему теплоснабжения города Искитима. Средства на сегодняшний день все освоены, было тяжело, не буду там говорить про нехватку кадров, специалистов и так далее и тому подобное, тем не менее, все это было выполнено. У нас более полутора погонных метров, соответственно, поменено труб, столько же куплено теплоизоляции для того, чтобы эти сети заизолировать, ну и плюс, соответственно, покупалась изоляция и на действующих трубопроводах, она менялась. Не мы одни готовились, да, и ЖЭУ работали весь сезон, и котельные, и другие, значит, у нас теплоснабжающие организации. Поэтому надеемся, что, ну, вот этот труд, он не пропадет даром. Всегда понятно, что есть определенные авралы, форс-мажоры, ну, будем стараться их минимизировать. Сказать, что мы поменяли все сети в городе, и у нас все хорошо и замечательно, я точно не могу. Но в этом году очень большое количество как раз сетей было заменено, и теплового оборудования еще до сих пор. Вот немножко мы еще даже в этом году на экономию приобрели оборудование, в ближайшее время, я думаю, его тоже заменим. Делаем все для того, чтобы население как можно меньше испытывало неудобств. Сергей Владимирович, давайте на Южный микрорайон перенесемся туда. Новая котельная, много о ней говорилось, что сегодня вообще известно, будет она или не будет ее? Теплоснабжение Южного подгорного микрорайона. Значит, пока не будет построена новая котельная, теплоснабжение будет осуществляться котельной Новосибирского завода искусственного волокна. Кто ее будет эксплуатировать, это другой вопрос. В любом случае, без отопления, без горячей воды жители этих микрорайонов не останутся. На сегодняшний день обслуживание этой котельной осуществляет Новосибирский завод искусственного волокна. Новая котельная, проект сделан, экспертиза проведена, заявку в областной бюджет подали. Нас заверили, что при формировании бюджета областного 2025 года этот вопрос обязательно будет рассмотрен. На сегодняшний день те перспективы, которые мы видим, это строительство новой котельной, начиная с 2025 года, нормативный срок строительства у этой котельной, у этого объекта 24 месяца. Поэтому топ сезон 25, 26, 26, 27 в любом случае будет Инзиевская котельная осуществлять. Финансирование, которое планируется предоставить городу, это при стоимости порядка полутора миллиардов рублей, это по 500 миллионов рублей в 2025, 2026 и 2027 год. Надеемся, что в течение двух лет нам ее удастся построить, а рассчитаемся в 2025, 2026 и уже частично в 2027 году. Поэтому перспективы и планы пока такие, как будет бюджет формироваться, так соответственно и будут работы выполнены. Населению не надо волноваться, без отопления мы никого не оставим. Это абсолютно точно, это на контроле и прокуратуры, и на контроле правительства, ну и соответственно на контроле администрации города Шкитима. Сергей Владимирович, накануне нашей с вами встречи к нам в редакцию поступил вопрос от родителей учеников школы номер 8. Говорили сначала, что к первому сентябрю школа будет запущена, потом на октябрь. Сейчас сроки опять сдвигаются и родители начинают волноваться. Последние какие-то данные, что можно сегодня сказать? Последние данные с подрядчиком нашли понимание. У него несколько объектов, он один сейчас крупный объект заканчивает и бросает все силы на нашу восьмую школу. График выполнения работ, который я последний, надеюсь, последний подписал график, и работы заканчиваются 21 ноября. Поэтому на эти сроки ориентируемся. Я думаю, что до 1 декабря мы полностью работы на восьмой школе закончим. Но вы уже были в школе, да? Вот последний день видели, она действительно поменялась, да? Из того, что было и что сегодня там внутри? Работы проводятся, глобальных изменений, конечно, не видно. Но, как я уже сказал, подрядчик нас заверил, что в ближайшее время большое количество рабочих выйдет. И этому объекту будет уделено максимальное внимание. Вопрос находится на контроле прокуратуры, в том числе городской. Состоялась встреча с участием прокурора, подрядчика, заказчика. 21 ноября должна школа принять ребятишек. Поэтому на эти даты ориентируемся. Я думаю, что все будет хорошо. В эфире телеканала ТВК была программа «Разговор с главой». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова